У этого квадратного уравнения ужасный дискриминант. И если оно попадется тебе на ЕГЭ, то кажется, это конечное. Но сегодня мы разберемся, как это можно делать быстро и просто. Как же справиться с этим квадратным уравнением? Легко. На самом деле, надо увидеть, что что 21, это 11 в квадрате. 22, это 11 на 2. И тогда нас спасет замена. 11х равно t. Тогда мы получим с вами t квадрат минус 2t минус 63 равно 0. А вот это квадратное уравнение уже решать можно вполне успешно. Нам достаточно заметить, например, что если взять числа t равно 9 и t равно минус 7, то их произведение как раз минус 63, а их сумма это 2, то есть кэшчен b взят из противоположных знаков. Значит, они являются корнями этого уравнения. Но тогда как найти x? Если 11х это 9, то x это 9 одиннадцатых. Ну и, соответственно, если 11х это минус 7, то x это минус 7 одиннадцатых. Ну и вот все, наше уравнение решено. Попробуйте решить его по-честному и посмотреть, какой там будет дискриминант. Боюсь, что он приведет вас в ужас. Попробуйте сами потренироваться в способе и решить вот это квадратное уравнение. Ответ пишите в комментарии.